Привет, YouTube! С вами вновь Артём Сивак, и сегодня мы поговорим о синтезаторах. О синтезаторах, которые можно взять с собой в дорогу, с активной клавиатурой. Вот такие вот варианты у нас сегодня, а вот такие варианты. Ну и вот такой вариант тоже есть у нас для вас. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чайку, и поехали смотреть. Сразу бы хотел немножко объяснить, для чего нужны такие синтезаторы. Но очевидно, что они очень компактные, с клавиатурой 61 клавишей. И с активной клавиатурой, на которой в принципе можно даже при желании повторять какие-то партии. Это для тех, у кого тротопиано не профильные предметы. Это, конечно же, вокалисты, барабанщики, гитаристы и так далее. Для тех, кто просто пишет музыку, взяли с собой вот такой инструмент куда-нибудь сюда, Вот, даже ручка есть, смотрите. Подключаете ее как медиклаватуру, допустим, и где-нибудь на природе садитесь в позу йога, раскрывая чакры и нажимаете, записываете свои песни. Ну и естественно, что у каждого из этих вариантов есть возможность подключения чего? Батареек. То есть плюс этих инструментов в компактности, в том, что клавиатура весьма неплохая для синтезатора. Естественно, речи не идет о том, что она взвешенная, молоточковый механизм или что-то такое. Нет, это пластик, но тем не менее реагирующие на силу нажатия. Также плюс цена, это в районе 20 тысяч рублей, плюс-минус. От 17 до 25, скажем так. Нет времени объяснять, поехали слушать. Оп, друзья, ну и первый вариант это от компании Yamaha Piagero NP12. 61 клавиша, очень компактный инструмент, как вы видите сами. Акустика здесь у нас 2 по 2,5 ватта, вполне себе мощная. И клавиатура активная, то есть она реагирует на нажатие. Сегодня у каждого инструмента будет активная клавиатура. И это большой-большой плюс, потому что что? Потому что, как мы уже выяснили с предыдущих выпусков, фортепиано означает как что? Громче, тише, правильно. И здесь это можно исполнить. В комплекте идет сам инструмент, адаптер питания и пюпитер, подставка под ноты. Вот сюда вставляется, на нее кладутся ноты и вы играете. Ручка громкости, туда-сюда. Звук достаточно мощный. Калатура, естественно, легкая, пластиковая. Ни о каких малаточках здесь речи не идет. Но, как уже сказал, это не для тех, кто собирается идти на уроки по фортепиано. По входам, по выходам. Позади у нас разъем под наушники, естественно, ко всем подключаются наушники. Также есть разъем под педаль и для подключения этого инструмента к компьютеру и использования его как миди-клавиатуры. На борту у этого инструмента 10 тембров. Несколько пианино. Раз. Более матовый. Все переключается достаточно просто и понятно. Электропиано. Электропиано раз. Электропиано два. Парочка органов. Струнные. Гибрафоны. Два вида клавесинов. Раз. Два. Есть возможность соединять тембры. Вы нажимаете две кнопки и вот поехали. Есть встроенный метроном для занятий. И есть возможность записать сюда одну дорожку. Нажимаете кнопку рек и понеслась. Оп. Слушаем. Можно было бы поровнее. Но какие мои годы. Стоит этот аппарат в районе 24 тысяч рублей. Вес этой модели соответственно 4,5 килограмма. Очень-очень даже доступный. И работает естественно на батарейках. Полифония 64 голоса. Что вполне себе даже для цифрового пианино. Не то что уж для синтезатора. Поехали дальше. Так-так-так. Ха! Касио. Это сети S300. Опять-таки портативный вариант. Смотрите. Здесь даже есть ручка для переноски. Тоже 61 клавиша. Стоит этот вариант в районе 18 тысяч рублей. Клаватура тоже активная. Реагирует на нажатие. Тише, громче. Все отлично. Есть колесико питч-бенда. Которое позволяет нам делать подобного рода штуки. Допустим. Подтяжечку. Подтяжечку делать. Особенно это для гитары актуально. 400 дополнительных тембров. Саксофоны, дудки, гитары. Все-все, что нужно. Не хватает клавиш. Я не привык к такому. В полифонии здесь 48 голосов. То есть не прямо скажешь, что много. Но вполне себе для синтезатора, наверное, хватает. То есть немножко такой мутноватый звук. Но здесь все компенсируется дополнительными функциями. 77 видов аккомпанемента. Поп, рок, баллады, джаз. Нажимаете, и он вам подыгрывает. Вы можете заниматься уже под аккомпанемент полноценный, выбрав себе необходимый стиль. Этот инструмент уже дружит с приложением от Casio, которое называется Cardano Player. Все необходимые выходы есть. Выход на педаль, которая в комплекте не идет. Выход для подключения к компьютеру USB. Выход на питание, на наушники и Audio In. Мощность динамиков здесь 2 по 2,5 ватта. Также работает на батарейках. Куда же без этого. Ну и весит этот инструмент в районе 3,3 килограмма. Есть клавиша Sustain. Нажимая ее, вы искусственно создаете вот этот эффект педали. Не нажал. Нажал. И каждое произведение звучит уже лучше, грязнее, но лучше. Но лучше купить педаль, на самом деле, наверное, это будет разумнее. Только черный существует в природе. Поэтому выбор особо невелик. А в Casio Tone это самая верхушка модельного ряда. То есть, именно если смотреть Casio Tone, есть модели подешевле. Но там уже не будет активной клавиатуры. То есть, клавиатура там не реагирует на нажатие. Отличный, компактный, легкий, недорогой инструмент. Вот так закрою. И вот уже перед вами Roland Go Case. Фокус так фокус, да? И что интересно, в этой модели есть Bluetooth. Bluetooth. С помощью него вы можете связываться, допустим, с гаражбендом. Вот я сейчас соединился. И смотрите. Звук идет отсюда, если вы понимаете, о чем я. Таких приложений сейчас полно в интернете, которые поддерживают функцию Bluetooth. Поэтому ее нужно использовать, ей нужно пользоваться. Также можно через него воспроизводить какую-нибудь любимую музыку. Использовать ее как колонку. Клавиатура 61 клавиша. Реагирует на нажатие. Кстати говоря, очень нетипичное покрытие клавиатуры для синтезаторов. На мой взгляд, очень приятное. Полифония у этого инструмента 128 голосов. Такой полифонии не может похвастаться даже, наверное, пианино в районе 40 тысяч рублей. У этой линейки есть два варианта. Roland Go Case. Это вот сейчас, который перед нами. И Roland Go Piano. У Go Piano лучше выражен именно фортепианный звук. Но там минимальное количество каких-то дополнительных возможностей. Динамики 2 по 2,5 ватта. Вес 3,9 килограмма. Конечно же, работает на батарейках. Куда без этого. Стоит вот этот аппарат в районе 25 тысяч рублей. На борту у него 500 тембров. Причем тембры очень даже жирненькие, хорошие. Вот, допустим, синты какие-нибудь, да? Органы, струнные. Причем тембры. очень круто все клавиши здесь сенсорные есть такой же там пич бэнд причем используется для разных целей как пич бэнд как октавер как диджейские всякие штуки я думаю что все 500 тембров мы слушать не будем давайте просто так потыкаем наугад но послушаем как звучит стейдж грант рояль 22 вариации так скажем стилей лупов как это работает допустим давайте выберем один из жанров bright rock то делаем дальше каждый регистр клавиатуры отвечает за какой-то свой набор рисунков то есть вот здесь написано drum здесь бас здесь часть а часть b часть x мы нажимаем и начинаем выбирать для себя нужный для нас рисунок давайте послушаем какие басовые рисунки есть барабаны включаем часть а и уже под этом мы начинаем что-то играть то есть как вы здесь получается вы сами набираете аккомпанемент также вот эти как раз таки и сенсорные штуковины отвечают допустим за каким-то диджейские штуки и так с любым видом аккомпанемента здесь их 22 фух рок-н-ролл и как-то через него можно слушать музыку подключились вполне себе звучит две колоночки под два с половиной вата делают свое дело я знаю что вы спросите артем а можно ли подключить сюда наушники беспроводные ответ нет друзья беспроводные наушники сюда не подключается обычные наушники пожалуйста в легкую вообще на задней панели что у нас здесь выход под наушники либо под внешнюю акустику aux in это для тех кому bluetooth of маловато разъем под педаль под питание и подсоединение к компьютеру по юсби вес у этого инструмента 3 и 9 килограмм что тоже очень-очень портативно взяли пошли помимо bluetooth а помимо выхода на компьютер а можно еще и внутрь записывать тоже свои композиции прекрасный инструмент на мой взгляд опять-таки с нетипичной клавиатурой очень интересным функционалом полно дополнительных тембров причем крутых тембров есть встроенные аккомпанементы есть набор лупов паттернов всякие сенсорные приблуды тоже здесь присутствует то что все что необходимо разумному человеку здесь есть и с красным цветом красный цвет редко за когда такое бывает ну что друзья надеюсь это было каким-то откровением для вас что существует не только цифровые пианино но еще подобного рода синтезаторы не все это синтезаторы некоторые вот называются типа портативный клавишный инструмент допустим вот ямаха если вам нужно что-то взять с собой и вы не хотите таскать что-то тяжелое большое но также хотите чтобы в этом инструменте были свои звуки вполне любой из этих вариантов подойдет для вас что друзья надеюсь что это видео было интересным и полезным для вас спасибо большое за просмотр лайки и комментарии и подписки буду очень вам всем благодарен до новых встреч хоп сняли